Приветствую вас. Складывается такое ощущение, что вы как будто бы изначально были настроены на то, чтобы себя наказывать за шторм. То есть такое ощущение, что вы наказываете себя изначально за какие-то вещи, изначально за какие-то действия. Может быть вы себя и не признавали никогда. Может быть вы себя и не любили, и вас всегда мучает совесть. Ну вот всегда. Главное, что всегда у вас были проблемы с совестью, и всегда вы считали себя призрателем. Просто вам нужно найти повод, причину для того, чтобы себя как-то, ну, может быть, унизить, принизить, да, и так далее. Конечно, это не точно, да, то есть это необязательно. Так, но, тем не менее, у меня складывается такое ощущение. Вот вы говорите о том, что не сдержались, не сдержались. И, значит, котенка выгнали. Но ведь почему-то вы это сделали. Что-то же вас напрягало, что-то же вам не позволяло быть собой, да, что-то же вам не позволяло действовать так, как вам, ну, я не знаю, хотелось, например, и так далее. То есть вот здесь есть такие вот очень важные моменты, о которых стоит подумать. То есть ваша совесть сейчас, которая вас грызет на данный момент, она, эта совесть, по большому счету, ни к чему хорошему вас привести не способна. Потому что это, ну, негативная очень реакция идет, очень негативная модель. Вот. В действительности же всему причина или всему вина, то, что вы не сдержались. Вот то, что помешало вам сдержаться, то есть помешало вам это сделать. Вот это вот и является основной причиной, и эта причина нужно разобраться, эта причина нужно найти. Найти. Вот. Потому что иначе вы будете постоянно испытывать этот самый негатив, и постоянно будете совершать поступки, о которых потом будете жалеть. если мы с вами этого не хотим, то давайте разбираться. Давайте разбираться, почему котенок стал, можно сказать так, вместилищем вашего негатива. Котенок не виноват, да. Но и вы не виноваты тоже. Нужно понимать, что ни котенок, ни вы не виноваты. Просто вы для себя каких-то вещей не поняли. Вы для себя чего-то не увидели. Вы для себя чего-то не заметили. Ну и, конечно, отдельного пункта заслуживает разбор того, зачем вы вообще взяли котенок? Для чего? Какую он должен был играть роль, как бы, ну, в вашей жизни. Это на самом деле важный момент, потому что от счастья переживаете вы именно по той причине, что не оправдались ваши ожиданиям, которые предлагались на котенка. И, соответственно, нужно определить, что это были за ожидания такие, с чем они связаны и так далее. Чувство вины у вас идет скорее от родителей, которые по-любому говорят вам сейчас, что вы не правы, что вы не могли, не должны были так поступать. Ну и так далее. То есть, вообще говоря, много чего. Родители вам хорошего, судя по всему, говорят. Но только это, безусловно, не повод не прислушиваться и не повод воспринимать это серьезно. То есть, нужно понять, чего они хотят от вас. Вам это говорят, что они пытаются донести до вас. И вот отходя из этого уже думать, что делать дальше. Пусть урок с котенком, ситуация с котенком посудит вам урок, чтобы вы поняли, что нельзя рассматривать живых существ как средство для достижения своих целей. И что ничем хорошим это не заканчивается, как правило. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.